Первокурсники, студенты и преподаватели университета, колледжа и лицея на торжественном мероприятии в Большом зале спортивного комплекса аплодисментами встретили руководство вуза и его почетных гостей. Ректор МГИМО первым поздравил всех с началом учебного года. Все мы понимаем, и дети, и родители, и педагоги, и учителя, и школьные, что только получив необходимые знания, закалившиеся в студенческие годы, мы сможем отстоять свое право на многополучную жизнь и отстоять свое обещание на те опасения, которые, к сожалению, есть и к сожалению будут. Летом на площадке МГИМО впервые прошли международные школы для иностранных студентов и аспирантов из 23 стран. На программы бакалавриата в кампус поступили около 30 иностранных студентов. По словам ректора, в этом учебном году в качестве иностранных профессоров будут приглашены преподаватели зарубежных университетов. На новый учебный год в бакалавриат зачислено 167 человек, на магистрские программы – 115, а в колледж – 135 обучающихся. Кроме того, в Одинцовский филиал МГИМО переведены учащиеся третьих и четвертых курсов упраздненного Одинцовского гуманитарного университета, на базе которого был создан филиал и старшекурсники колледжа. Это 255 и 455 человек соответственно. По завершению обучения все они получат диплом МГИМО. У меня восторг вообще. Я рада, что я сюда поступила. Очень интересно все. Чего я жду? Жду, что все хорошо будет. Глава Одинцовского района Андрей Иванов отметил важность подготовки специалистов высочайшего уровня для работы в Одинцовском районе. Надеемся, здесь будут расти будущие элиты российского общества, и дипломаты, и политики, и управленцы, и экономисты. Поэтому мы возлагаем большие надежды и считаем, что открытие официального филиала МГИМО позволит еще раз подтвердить статус города Одинцово как города молодежи и студенчества. На площадке филиала с 1 сентября начал работу Горчаковский лицей МГИМО, который проводит обучение в рамках социально-гуманитарного и филологического профиля. Директор Одинцовского филиала вуза Сергей Васильев выразил надежду на то, что в новом учебном году качество образовательных программ филиала будет полностью отвечать требованиям профессиональных стандартов университета, его репутации и бренду. Совместно с правительством Московской области филиали создан Институт повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. Советник губернатора Дмитрий Городецкий подчеркнул, что запуск филиала открывает новые перспективы для развития университета и подготовки кадров. Понравились специальности, я сразу выбрал, на которые я поступил. Очень нравится. После окончания торжественной части первокурсников пригласили на площадки, организованные студсоветом. Ребят познакомили с видом общественной деятельности, творческими студиями и студенческими объединениями. Дарья Киреева, Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.